всем привет это обзор кроссовок для трейл раннинга соломон и слаб спид 2 очень специфичные кроссовки далеко не для каждого спортсмена предназначенные и для очень специфичных условий соломон и слаб спид 2 созданы для бега по очень грязным рыхлым поверхностям и для снега в том числе они не предназначены для льда не предназначены для каких-то там твердых поверхностей для классических троп они в принципе тоже не очень хорошо работают на таких поверхностях чем здесь особенности этого кроссовка в первую очередь они очень гибкие они очень легко скручиваются и гнутся то есть они предназначены для очень хорошо подготовленных стоп спортсменов для быстрых атлетов и которые стремятся выжать максимум своих собственных сил для достижения максимального результата здесь очень агрессивный протектор здесь практически высота рисунка протектора даже немножко выше чем спид кроссах то есть рисунок стреловидный довольно таки крупный в передней части чуть поменьше в задней предназначена для сцепления с лютой грязью со всякими болотами очень важно отметить что в этих кроссовках почти что нет амортизации в передней части и и в принципе практически нет в пятке она чуть-чуть присутствует в принципе во первых для таких условий эксплуатации как сильная грязь болото амортизации в принципе не очень нужно но для быстрых атлетов она в принципе тоже не так актуально немножко амортизации добавляет мягкая резина протектор но опять же в целевых условиях эксплуатации это вообще не так важно за очень плотная фиксация стопы в кроссовке за счет системы быстрой шнуровки quick lace которая затягивается одним движением излишки шнурка и замочек убирается в верхней части в кармашек на язычке довольно таки быстро при затягивании быстрой шнуровки включается в работу система фиксации сенсифит на первый взгляд и почти что не видно но это технологичные полосы по бокам кроссовка они очень плотно обхватывают стопу помимо системы фиксации сенсифит за фиксацию стопы в колодке кроссовка отвечает система эндофит это так называемая перемычка соединяющая подошву кроссовка внутри с язычком она эластична она плотно облегает стопу сверху и вместе с системами сенсифит абсолютно полностью препятствует съезжанию кроссовка вниз даже на очень крутых спусках это действительно важный элемент который встраивается в первую очередь в кроссовке линейки s-lab чашка пятки здесь довольно таки жесткая она не поддается на продавливание тоже очень плотно фиксирует стопу колодка кроссовка s-lab speed 2 узкая вы должны быть к этому готовы если у вас широкая стопа скорее всего вам будет не так комфортно в этих кроссовках кроссовки довольно таки хорошо защищены в передней части здесь усиленный мысок то есть при втыкании в какие-то препятствия ваши ноги будут в безопасности в принципе не так почувствует серьезный дар нежели если бы бежали например в каких-то асфальтовых кроссовках очень интересная особенность конкретно этой модели в отличие от предыдущего s-lab speed это новая структура вверх а даже не сетки а накладки это не мембрана она пропускает воду вовнутрь и снаружи то есть если вы попадете в какое-то болото в лужу еще куда-то вода вовнутрь попадет но она опять же также легко вытечет обратно хотя казалось бы на первый взгляд странно как это возможно потому что кажется что кроссовок с глухой сеткой но опять же факт остается фактом особенно по отзывам опытных спортсменов в том числе это добавляет износ устойчивости самому кроссовку по отзывам одного очень сильного спортсмена команды соломон который в этой модели пробежал в этом году дважды марш-бросок московские и весной и осенью осенью этот забег он выиграл этой модели после стирки после соревнований кроссовок выглядит почти что как новый то есть никакого намека на износ сетки как вы понимаете ммб это более ста километров по лесам по болотам это сложные скажем так дистанции и для быстрых ног этого спортсмена эта модель была оптимальной шнуровка здесь очень прочно это кевларовая нить внутри с внешней оплеткой если не дай бог что-то случится с вашей шнуровки они по какой-то либо причине порвутся вы должны быть готовы к тому чтобы заменить эту шнуровку шнурки продаются отдельно если что их можно довольно таки легко поменять есть отдельные видео мануалы как это делается кроссовок опять же повторюсь очень специфичный подойдет далеко не всем если вам нравится просто эти кроссовки из-за дизайна то это не значит что их нужно брать действительно очень такая необычная специфичная обувь немного технических параметров этой модели соломон и слаб спид 2 размера восемь с половиной юки весит 260 грамм дроп кроссовки перепад от пятки к носку всего 4 миллиметра высота в пятке вместе с агрессивным протектором 20 миллиметров в носке 16 это был обзор кроссовок для трилл раннинга соломон и слаб спид 2